Что такое учитель? Учитель – это хороший учитель, который знает своё дело и делает всё для того, чтобы ученик знал. Но лучший учитель – это который даёт знания и любит своего ученика в первую очередь и становится как отцом или мамой, становится очень близким человеком. И этот учитель намного выше, чем учитель, который только думает о работе. Поэтому Гжемлихсана является для меня очень близким учителем, которая всегда только в первую очередь думала об учениках. То есть это очень важно. Поэтому Гжемлихсана дала мне очень много. В первую очередь любовь, именно как любить и уважать человека. В то же время огромную глубокую любовь к музыке. Она просто развила очень другие линии, которые, когда уже приходишь в консерваторию, уже ты становишься более индивидуальной, но в то же время как бы становление такого творческого. Поэтому она дала мне очень многое в плане как артистизма, в то же время глубины той музыки, которая, наверное, её трудно просто учить, надо с ней жить. Поэтому она объяснила мне, как это очень важно жить и любить музыку, но в то же время понять её глубину, то есть индивидуальность. Гжемлихсана является одной из ярких личностей в искусстве Казахстана. Поэтому я с огромной гордостью говорю, что я очень рада, что моя жизнь была связана именно с моим учителем Гжемлихсана. И я провела замечательные годы обучения, где, знаете, вот как сказать, наверное, дали мне огромную такую ступень, чтобы я поняла, что на самом деле музыкант является, ну и, конечно же, учитель. Всё, что произошло в моей жизни сегодня, кто я, это благодарность Гжемлихсаны за её любовь, за её труд, за её вдохновение, за то, что она дала свободу, свободу, как мы нуждаемся, как музыканты, как люди искусства, мы нуждаемся в той свободе творчества, в творческой свободе, где мы ищем какие-то новшества. Поэтому она мне это дала. И сегодня, благодаря ей, я нахожусь и делаю всё то, что мне очень нравится. Это музыка, это моя жизнь связана и в то же время то, что я преподаю сегодня в университете. Гжемлихсана для меня, как артист, это, наверное, очень такое что-то глубокое, яркое. Каждый раз, когда слушаешь её концерты, я всегда к чему-то учусь. В первую очередь, то энергетики такой сильной, той драме, наверное, которая, ну, в общем, такая изящная женщина и такая сила драма в её исполнении, её звукоизречения инструмента, её цвета, которые она видит и слышит их, это просто удивительно. Я поэтому... Она просто мастер в этом деле и это настолько честь слышать её концерты. Я бы хотела сказать, что я очень рада продолжать продолжать линию Гжемлии Александровны. Здесь уже продолжать казахскую школу, так как я представляю Казахстан и представлять казахскую школу здесь, в Америке. Это, мне кажется, это очень здорово. Я надеюсь с достоинством продолжаю её. И, в общем-то, для меня это огромная честь говорить, рассказывать про неё, потому что, честно сказать, нет слов. Это очень много всего. Можно говорить о ней. Поэтому я бы хотела сейчас сказать ещё пару слов. Сказать, что Гжемлии Александровна для меня, и вообще, мне кажется, человек — это человек, который постоянно в поисках, который не боится никаких препятствий в творчестве, то есть каких-то экспериментов. Это очень важно сегодня. Она постоянно в работе, она постоянно в работе, в поисках, и в то же время даёт какой-то нам путь, направление, то, что музыка, она как бы бессмертна, и музыка, она будет продолжаться веками и без остановки. Поэтому это Гжемлии Александровна, это её имя. Теперь я вас хотела бы представить поколение, которое растёт уже здесь, в Америке. Это Ребека, Конрад, Бека, Лук, Лили, Лекси, Уилен, и Джулиан. Ещё есть у нас студенты, конечно, они бы хотели поприветствовать. Салем, профессор. Салем, Джулиан, Александру, поприветствовать. Ну всё, тогда я хотела бы всем пожелать. Гон, say bye-bye, everybody. Bye-bye. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова